Коллеги, мы продолжаем наши, так сказать, бурные дискуссии, приспеваем к нашему второму опорному докладу, касающемуся глобальных угроз 21 века, в рамках поиска новой методологии консорциума устойчивого развития 2030+. Пожалуйста, наш новый докладчик, Андрей Иванович Аганин. Через Оль и через А. А. Аганин, да? Да. Ну, я на чем бы хотел остановиться, что все-таки очень сложно придумать все-таки единую парадигму для всего человечества. Это точно. Вот даже в математике существует такой известный результат, почему нельзя причесать ежа. То есть, если в каждой точке сферы какой-то вектор придать, и потом, чтобы причесать это, значит, младким образом, эти вектора менялись, переходя от точки к точке, получается, что это невозможно сделать. Видимо, поэтому невозможно все-таки какую-то единую парадигму для всего человечества придумать. Какой-то центр может возникнуть. Допустим, как римский клуб, интеллектуальный центр мирового правительства. Ну, он предлагает какую-то концепцию, но он столько факторов не учитывает и столько игнорирует, что в итоге ничего хорошего не учиться не может. Заведомо. Это может быть один центр, это может быть другой центр, но никогда не будут все удовлетворены. Обязательно кто-то будет несогласен. И что делать тогда же с несогласными, да? Сами мы знаем, вот Земля существует, у нее там два полюса есть, северный и южный, магнитные поля и относительная оси вращения. Они не совпадают, то есть магнитные поля, то есть это мы говорим по различным аспектам развития человечества, единого, как бы в целом мы признаем, что но люди бы едины, и в то же время мы не понимаем, как им можно управлять, из единого центра. Это большая такая философская мировоззрительская проблема. Возможно ли это? Ну, на самом деле это проблема, которая ответа пока на сегодня не имеет совершенно точно. Будет ли она иметь какой-то ответ там спустя годы? Большой вопрос. Может быть да, может быть и нет. Какой ответ будет, если он появится? Единое человечество, это вот проблематика буквально. Но в то же время, конечно, вот подход, когда нам представлен список угроз, угрозы как-то аланжированы, это достаточно стрелый подход, он что может обеспечить? Он может обеспечить некоторый список, который, очевидно, с годами будет только пополняться, потому что как и мир развивается, и он развивается именно из-за того, что он неустойчив. Как только он станет устойчивым, он перестанет развиваться. То есть, как можно представить, что Земля перестанет вращаться вокруг своей оси? Вот она потеряет два полюса. Не будет ни северного, ни южного, но с другой стороны, а как она будет существовать во Вселенной, в Солнечной системе, это совершенно непонятно. Правда? Поэтому, конечно, перечень составлять угроз, стоящих перед человечеством на сегодня, безусловно, надо. Он, этот перечень, очевидно, если мы не сами уничтожимся, как человечество единое, этот перечень должен расширяться. Несмотря на то, что мы с угрозами как-то будем бороться, мы будем только их ослаблять, вряд ли мы абсолютно какую-то угрозу уничтожим. То есть, если на каком-то этапе угроза существовала, проходит, допустим, 25 лет, что-то финансируется, какие-то мероприятия осуществляются, исчезает совершенно эту угрозу. Это вопрос такой, тоже дискуссионный. Список угроз будет расширяться. Методы решения угроз, наверное, нужно все время совершенствовать и совершенствовать. Я просто хотел бы в своем докладе обратиться к результатам исследований группы ученых из 13 научных и статистических центров таких государств, как США, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Канада, Россия, которые в марте 2019 года опубликовали отчет, которым упорядочены результаты наиболее качественных и серьезных исследований относительно долгосрочных траекторий человеческой деятельности. И, соответственно, развитие человечества. Единое или не единое, так и иначе все равно. Они синтезировали перспективные направления исследований в целом в ряде областей знания, включая демографию, экономику, науку об устойчивом развитии, анализ рисков, прогнозирование научно-технологической динамики, политологию, археологию, климатологию, астробиологию и тому подобные дисциплины. И по итогам осуществленного многостороннего и многостранового исследования был сделан отчет, где было выделено пять основных структур траекторий долговременной динамики развития человеческой цивилизации. Какие же это пять траекторий? Это структура, траектория, статус-кво. Что такое статус-кво? Это когда динамика человеческой цивилизации в будущем будет примерно та же самая, какая была с момента возникновения человеческого общества, примерно 7-8 тысяч лет тому назад. Что динамика будет предсказуемая, управляемая, то есть самоотправляемая. Дальше структура катастрофической траектории. Тут масса существует вариантов, которая предполагает, что в результате того или иного процесса человечество будет все это с лица земли либо отброшено в своем развитии на 10-15 тысяч лет тому назад. Таких вариантов куча много. В общем, это второй тип. Третий тип – это траектория структурного разрыва, который мы можем наблюдать на примере развития человечества в последнем 10-15 лет, когда ряд проблем решаются, при этом возникают какие-то все новые и новые. Решая одни проблемы и что-то оптимизируя, мы вместе с тем получаем совершенно новые проблемы, и они ломают точную ситуацию. Ну, например, успешная смена режима воспроизводства населения в большинстве государств мира. КНР сейчас снижается рождаемость, там даже прогнозируется к 2035 году стабилизация населения, к 2070 году сокращение. Что такое будет и в других государствах мира. Вместе с тем, ускорение темпов динамики проявляется, и появляются новообразуемые сегодня варианты развития, подчеркивающие ныне обязательные сегодня ограничения. То есть что-то нарушается, что порождает новые, скажем, проблемы одновременно с тем, что вроде бы идет стабилизационный какой-то вариант развития. То есть это второй подход, третий подход, прошу прощения, третий экспансионистской структурой траектории, при которой позитивная динамика развития человеческой цивилизации останется в целом такой же, как последние 10-15 лет, но будет направлена во внешнюю экспансию. То есть мы все-таки будем заселять Луну, исследовать Марс, что-то там добывать полезные ископаемые, которые будут на Земле нам перерабатываться. И это уже вот то, что на протяжении 10 тысяч лет развития человечества отсутствовало. Мы подошли к этому в 60-е годы, потом это все было приторможено, в том числе результате исследований Римского клуба, как бы решили отказаться от такого, в развитии варианта, в варианте развития человечества. И пятый подход, это структура траектории антропологического перехода, когда возможно разделение человечества на несколько раз, да, вернее, не на несколько раз, а уже на несколько видов. Тут, то есть, как бы не будет идти речь о едином человечестве. Наоборот, еще дефрагментация этого человечества произойдет, потому что найдены антропологические подтверждения того, и археологические, что существовали различные человекоподобные виды, совсем еще недавно, там денисовцы были обнаружены на Алтае, и они совершенно с кроманьонцами не были одним видом, при этом параллельно существовали, почему не может быть это и через некоторое время даже в результате человека, медицинские, так сказать, медицинские и биологические исследования ближайшего будущего. Значит, вот эти пять типов развития нашего человечества, каждый приведет к ряду различных проблем. Я вот эти проблемы хочу описать поподробнее, то есть, это своего рода угроза, которая стоит перед нами, но они вот бьются на пять этих кластеров. То есть, когда мы выходим за пределы Земли, когда Земля развивается более-менее, как она развивается, человечество развивается, как она развивается, когда тут какая-то катастрофа может произойти, когда тут может что-то и улучшиться, что-то и ухудшиться одновременно, и когда несколько видов вообще на Земле. То есть, на все это тут варианты, 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 которые все абсолютно реальны и научны, это не фэнтези. Значит, вот при том, что человечество будет развиваться так, как примерно оно и развивалось 7-8 тысяч лет последних, то есть, без каких-либо катастроф. В это время, значит, человеческая история две картины мира дала нам. Одна, это греко-римская традиция, выраженная Августином Блаженом. Это взгляд на историю, как на линейный процесс, европейский такой подход, который там с момента, так сказать, зарождение средиземноморской минной южной цивилизации возник. И был подход, который сохраняется до сих пор, китайские, индийские картины мира, когда вот это все циклично. И в какой-то части, значит, человечество у нас одни подходы, в какой-то части другие. Они немножечко не стыкуются. Это вот опять говорит о том, что существуют полюса. Да, эти полюса пока еще не договорились друг о другом, чтобы в единую картину мира, в единый, так сказать, образ для всего человеческого рода на Земле. Это вылипось. То есть, все равно есть какие-то различия. Они мироразвенческие. И они уже, эти мироразвенческие подходы в разных частях нашего земного шара приводят к тому, что какие-то противоречия сохраняются, и они не могут быть устранены. Никто не может отдать суверенное свое, так сказать, право на ни ООН, ни Римскому клубу, ни какой-либо другой организации. И так вот просто запланировать устойчивое развитие человечества невозможно. Когда-то даже наш еще советский, а ныне украинский ученый Мельников, он говорил, что само, как минимум, терминология устойчивое развитие, это, похоже, что либо неверный перевод на русский язык того, что закладывалось, в концепцию устойчивого развития, ну, либо это изначально, так сказать, ложная концепция, она абсолютно неосуществима. До известной степени это положение Маслова подтверждал и академик Моисеев, который говорил, что смысл, судя по всему, устойчивого развития в коре эволюции человека и биосферы, наверное, в этом состоит. Но, может быть, Моисеев как раз предлагал что-то более реальное, чем автор концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого развития озвучена была в 92-м году на конференции в Рио-де-Женейро. А сама конференция была итогом работы комиссии ООН под руководством Грухава, Грухава, в 80-е годы, с 83-го начиная. И явилось логическим продолжением доклада «Пределы роста» Римского клуба. То есть это все взаимосвязанные вещи, которые какую-то линию определенную для развития нашего человечества придумали. Дальше мы говорим о том, что в 2000 году была концепция устойчивого развития в 2015-е годы. Сейчас новая вариация. Но это все тема во многом и в многом спорная. Изначально спорная внутренняя противоречивая. Это кому-то выгодно, но обязательно в этом устойчивом развитии. Хотя никто про это не говорит. Есть кто-то, кто будет этой концепцией недоволен. И их интерес игнорируется просто абсолютно. Этой концепцией. Может ли наш консорциум ее выдвинуть? Я думаю, для нашей страны, для нашего государства, безусловно, и его союзники. Это реально. Можно ли это сделать на уровне в ООН? Мне кажется, все-таки это проблематично. Ему предложено. Но предлагать надо. Безусловно, надо иметь, что предложить. Но для этого действительно надо эту концепцию сначала разработать для самих себя. Значит, какие же угрозы? Я немножко от угроз перескочил на саму концепцию. Я уже покритиковал, что она несостоятельна. Принципиально несостоятельна. Философски. А самое какие-то развитие возможно тогда, когда равновесие отсутствует. Когда оно есть, это равновесие кладбище. То есть, фактически, развитие тогда уже и не нужно. Когда присутствует равновесие. Поэтому устойчивость, развитие не может быть устойчивым. Оно какой-то нелинейный характер имеет. Вот как примерно частица приброводного движения. Но это все-таки развитие. Человечество всегда что-то новое получает на основании прожитого. Даже вот угрозы опять. Список составляем сегодня. Через 5 лет они совершенно новые. Предыдущий докладчик правильно сказал, что римский групп не учитывал 6 групп угроз. Это совершенно правильно он сказал. Но то, что этих групп может быть не 7, а уже сегодня больше. А кроме того, что этих угроз мы еще не знаем, как решать. То есть, это тоже должен быть какой-то хотя бы российский центр по преодолению этих угроз. По профилактике, по устранению. Но это, конечно, серьезная вещь, которая должна финансироваться, этот центр. И на очень серьезном уровне. То есть, представляется, что, как минимум, при участии российского государства, а также, может быть, еще и иные источники финансирования. Значит, сейчас я остановлюсь на структуре траектории катастрофы. Здесь различными учеными, научными центрами мира сегодняшнего выделяется 25 вариантов конца света. Наверное, этот перечень тоже не окончательный. Но, во всяком случае, в марте 2019 года, вот те, кто участвовал в подготовке этого доклада, 25 вариантов конца света назвали. Включая глобальную ядерную и легенную войны, столкновение с небесными телами, извержение супервулкана, глобальное потепление, непрогнозируемые последствия научных открытий, непрогнозируемые последствия технологических достижений, безответственный искусственный интеллект и прочие-прочие ночные кошмары. Но все это абсолютно научно, так сказать, обоснованные варианты катастрофы. Буквально последние два года появилось несколько принципиально новых сценариев глобальной катастрофы, самыми известными из которых стали концепция Бострома о черном шаре и концепция Тона и Макгрегора об особой цепи событий. Концепция Бострома базируется на том, что в ходе технологического развития будет сделано какое-либо открытие, либо создана новация, которая с момента своего появления на свет чревата, а точнее почти неизбежно приведет к гибели человечества. Сценарий Тона Макгрегора еще более изощрен. Он предполагает возможность особой цепи событий или цепочки катастроф, каждая из которых не носит терминального характера по одиночке, но вполне реальной становится катастрофа по итогам цепочки этих катастроф. Однако в системе причинно-сельсных связей эти несмертельные катастрофы в итоге выводят на апокалиптический результат. В 2018 году появилась принципиально новая концепция катастрофической траектории, разработанная группой молодых ученых из Чуриевского технологического университета, университета Технеон в Израиле. В основе этой концепции лежит новейший, еще не вполне введенный в научный оборот, открытие относительно механизмов наследственности в человеческих популяциях и влияния циноза на поведение. Ну, там вообще говорится, что буквально за 100-200 лет нужно человечество так гены поменять, что человечество резко сокращается в свою численность, в течение нескольких поколений и численность этого человечества сократится до нельзя, и качество самого человека. Но это все равно, что мы дикого волка превратим в какую-то карманную собачку. Примерно то же самое может произойти и с человечеством по прогнозам за 100-200 лет при определенных, как сказать, вариантах. Да. При электронном условии. При электронном условии. Это была неудачная публика, Нет, я вполне... Подытоживая, здесь я вот именно этих вариантов, к сожалению, я не сделал презентацию, я сделал текст, там я выделил вот эти все, очень перечислил массу угроз, а они выделены красным цветом, они будут разосланы, все вы их увидите. Это все как бы научные гипотезы и абсолютно реальные по срокам достижения в какие-то там буквально десятилетия, 30, иногда там 150 лет. Поэтому что хочу сказать, если подытожить. Значит, необходимо действительно какую-то концепцию, парадигму, российскую, назовем ее так, развитие человечества, создавание. Ее безусловно, создавание на очень серьезном уровне, как и финансирование, так и создание научных центров, научных групп. Будет ли она международная? У самого вопроса Сергея Владимировича возникает. Вот наша консорция носит в российский характер, в российский, то есть, ну, союзнический. Россия плюс союзнический, там не будет, это не всемирный консорциал пока, да? Ну, почему? Есть Южно-Восточная Азия, контакты, то есть, есть его парадигм. То есть, перспективы международного концовства, возможны, потому что мы приходим с увеличивающей ситуации к возможности нового пути. Когда появляется глобальная угроза, мгновенно снимаются все противоречия, кажущиеся в нем, на самом деле. Поэтому перспективы международные, опять же, возможно, мы ее предлагаем, открываем, кто пойдет, тот окажется на корабле, ну, и вообще, кто не пойдет, кто, скажем, будет управлять с угрозами сам. Ну да, то есть, это все деятельность консорциума, она просто необходима, и просто в вале года мы сумеем достичь даже для России результата. Это все-таки вопрос. Нельзя этому быть растягивать на сумочке, но работать очень интенсивно, но это действительно работа серьезная и очень очень интенсивная. Методы же какие? Ну, наверное, все-таки нам надо не отказываться от гуманизма. Я тут сейчас зачту, какие вещи нам надо обязательно подытожить. Учесть, что методология я ползать в виде нашего консорциума, учитывать. Такие приоритеты, как что, приоритеты, которые должны быть учтены при разработке, движении, манифестации новой парадигмы будущего нашего мира. Мы понимаем, что насколько это будущее нашего мира, нашего подразумеваем, российского. если шире, прекрасно. Насколько реально? Другой вопрос. Полный отказ от концепции устойчивого развития в варианте римского клуба. Потому что это тупик для человечества. Даже римский клуб, наверное, как-то дает понять. Но тем не менее он ничего не предлагает взамен. отказ от концепции устойчивого развития по версии римского клуба и некоторых других закрытых организаций. Бельдербергский. Наверное, у них тоже какие-то варианты устойчивого развития свои. А как отложен его посылы для всего человечества, не несущего его развития, обосновывающий глобальный фашизм в заувалированном виде так или иначе. В настоящее время гуманизм переживает серьезный кризис из-за обозначившегося в начале 1990-х годов торжества мирового проекта мировой глобализации. Однако по мере обозначившихся и все более нарастающих проблем в дальнейшем разворачивании и продвижении мирового проекта мировой глобализации в гуманизме возникает второе дыхание, так как замаячило перспективу нового мирового проекта скрытого, не афишированного глобального фашизма и цифровой фашизм лишь одно из его проявлений. Российское идейное научное сообщество должно совместными усилиями разработать, выдвинуть и манифестировать новую парадигму будущего нашего мира и оформить ее в дальнейшем в некую концепцию и доктрину. Концепция это в основном ценности, которые мы в этой парадигме выражаем для мира. Доктрина это еще и цели и ценности, которые имеют определенные сроки и достижения. и инструменты и достижения для этого говорящегося. Российское идейное научное сообщество должно твердо отвергнуть глобализацию, неолиберализм, неомальтузианство, провалившийся капитализм, доклады предела роста, энвайроментализм, что у нас обычно используется слово экологизм, устойчивое развитие, то есть опять условно-черазвитие в кавычках, а самое главное глобальное новое парадигма будущего нашего мира Российское идейное научное сообщество должно разрабатывать на основе идей хелиазма, гуманизма, христианства, подразумевая под ним православие, социалистический и коммунистический выбор, цивилизационные социокультурные культурно-генетические коды, традиционные для нашего общества, принципы справедливости и законности. Российское идейное научное сообщество должны составить творческие работники, священнослужители, ученые, учителя и гражданские чиновники, которые вместе могут быть основой теченого охранства. Но про чиновников это, наверное, они есть не только гражданские и есть чиновники и в погонах, они только должны в этом занимать активную часть. Да, вот такой мой доклад. Предлагаю вам аплодисменты. Нет, не только.